Всем здравствуйте! Эфир телеканала Катунь24 продолжает выпуск новостей. С вами я, их ведущий Антон Скаль. Начнем с главных тем. 39 школьных классов и 36 групп в детских садах Алтайского края закрыты на карантин из-за ОРВИ. В регионе подъем заболеваемости вирусными инфекциями и ПИД-порог превышен почти на 6%. В селе Усть-Волчиха открылась новая школа. Двухэтажное здание рассчитано на 140 учеников. Какие возможности дает детям новая школа, расскажем далее. Сегодня в России отмечают День эрудита. С теми, кто реализует свои знания на практике, пообщалась наша съемочная группа. 39 школьных классов и 36 групп в детских садах Алтайского края закрыты на карантин из-за ОРВИ. В регионе наблюдается подъем заболеваемости вирусными инфекциями. ПИД-порог превышен почти на 6%. Так, за прошедшую неделю выявлено свыше 16 тысяч случаев вирусных инфекций. Случаев гриппа пока не зарегистрировано. К медикам обращаются в основном взрослые пациенты, но заболеваемость растет и в детских коллективах. При этом полностью закрытых на карантин детских садов и школ в крае нет. Но отдельные классы и группы приостановили образовательный процесс в 18 школах и 27 детских садах. По прогнозам медиков, подъем заболеваемости вирусными инфекциями в регионе продлится не менее 6 недель. В селе Усть-Волчиха открылась новая школа. Новое двухэтажное здание рассчитано на 140 учеников. Все подробности в нашем следующем сюжете. Теперь в селе Усть-Волчиха можно получить среднее образование не хуже, чем в краевой столице. Все потому, что там появилась новая школа. Многодетная мать Юлия Склярова рассказывает. Благодаря этому ее старшая дочь решила идти в 10 класс. Мы хотели вообще переезжать, потому что 10, ну 9 нереально было в нашей школе закончить. Но когда увидели, что построили, что сделали, следовательно мы остались. Все в одном помещении. Там мы везде ходили. Надо было на улицу выходить. И кушать, и труды, и спортзал, и все остальное. Здесь все в одном здании, да и тем более такое. Я думаю, дети вообще просто в восторге от этого. Так же, как и родители. На этот объект в рамках национального проекта образования выделили почти 227 миллионов рублей. Теперь ученики могут заниматься исследовательской деятельностью на базе школы. Есть высокоскоростной интернет. Можно свободно пойти в библиотечный информационный центр и найти любую информацию. У нас появилась лаборантская в кабинете химии. А это мне как раз нужно для сдачи экзаменов. Школа хорошо оборудована цифровыми ресурсами. В каждом кабинете есть компьютер, колонки и медиапроектор. У нас три мобильных класса по 14 ноутбуков. Но два из них предназначены для изучения иностранных языков. Там сразу установлено программное обеспечение. А один мобильный класс можно использовать практически на любом уроке. При изучении математики, естественно, это оборудование достаточно удобно использовать. Кроме того, в школе откроют центр «Точка роста». В нем ученики смогут получить дополнительное образование в рамках учебной программы. А также у них будет возможность взаимодействовать с педагогами других крупных кванториумов. Софья Житина. Новости. В Алтайском крае выберут лучший музей по итогам 2020 года. Для поощрения победителей из краевого бюджета выделят 1 миллион 700 тысяч рублей. На эти деньги победители смогут обновить выставочные пространства, улучшить условия безопасности и сохранности экспонатов, а также внедрить в работу инновационные технологии. К участию в конкурсе приглашают городские и районные музеи края. Сбор заявок уже начался и продлится до 31 марта. С порядком проведения конкурса можно ознакомиться в разделе «Музейная деятельность» официального сайта Министерства культуры Алтайского края. Более 10 тысяч новых случаев онкозаболеваний диагностировали в Алтайском крае в 2020 году. Это меньше, чем годом ранее. А еще диагностика рака в крае сделала в конце года, в конце минувшего года, настоящий прорыв. О новых технологиях лечения, онкопатологии в регионе расскажет мой коллега Глеб Полянский. В среднем в крае диагностируют около 11 тысяч случаев рака ежегодно. В минувшем году произошло снижение выявляемости из-за временной приостановки оказания плановой медпомощи. Несмотря на ковидные ограничения, краевая онкологическая поликлиника «Надежда» ни на день не прекращала консультации пациентов. Но сейчас тем, кто год и более не был на осмотре у врача, медики советуют не затягивать с этим. Особенно это касается пожилых. В том, что сейчас те пациенты, которые сидели на ограничении 65+, должны подняться с диванов и дойти до терапевтов, до гинекологов, до смотровых женских и мужских кабинетов. Там их обязаны посмотреть, внедриться в программу, соответственно, первого-второго этапа диспансеризации. То есть сейчас пришла пора, активная работа. Путь к выздоровлению – ранняя диагностика и лечение. То, что на первой-второй стадиях лечится без последствий тяжелой химиотерапии и удаления органов, на третьей и четвертой стадиях рака требует гораздо больше усилий, чтобы спасти жизнь пациента. В Алтайском онкодиспансере установили уникальное оборудование – сканер гистологических препаратов. Он способен копировать и передавать изображения клеток опухоли. В сложных случаях это позволяет в кратчайшие сроки уточнить диагноз, по сути, в любой клинике мира. Сейчас появилась возможность сканировать микропрепараты и отправлять их, соответственно, по сети для анализа в иные лаборатории, референс-центры, более, скажем так, продвинутые. Возможно, внешне это выглядит просто. Ну, подумаешь, ну, отсканировали, отправили, да? Нет. Нет, на самом деле это громадный технологический шаг вперед. Сканирование микропрепарата, да, позволяющее его оценить, ну, где-то на расстоянии, да, до, в общем-то, недавних пор, недавних лет было неразрешимой технической задачей. Среди главных причин развития онкозаболеваний медики отмечают образ жизни. У мужчин наиболее распространен рак легких, предстательной железы и кожи. Медики связывают это с высокой солнечной активностью в Алтайском крае. Женщины чаще всего страдают от рака молочной железы и кишечника. Но многие из этих онкопатологий благодаря современным технологиям успешно лечатся. Глеб Полянский, Алексей Шаульский. Новости. Анонимно, бесплатно, конфиденциально, круглосуточно и профессионально. Это правило Алтайской службы детского телефона доверия. Им исполнилось 10 лет. За это время в службу поступило почти 300 тысяч звонков. В год их около 25 тысяч. В Алтайском... Телефон доверия. Здравствуйте. В Алтайском крае работает 7 линий. И самые частые проблемы подростков нашего региона, рассказывают специалисты, отношения со сверстниками, пробуждение интереса к противоположному полу и подростковое одиночество. Среднее время разговора с оператором-психологом 15-20 минут, хотя оно не ограничено. Нам могут позвонить дети, подростки, родители, бабушки, дедушки. Любой человек в Алтайском крае может позвонить, набрав 8 800 2 122 этот номер и услышать голос консультанта-психолога. Нам звонят чаще дети и подростки. Обращения от подростков составляют 70% от общего количества звонков. Ну, а остальное – это дети младшего школьного возраста, либо юношества. Ну, и родители составляют примерно около 10% от общего количества звонков. По словам психологов, детям и подросткам часто не хватает простого общения. Они хотят получить от понимающих их людей одобрение, совет или поддержку. Напомню, единый общероссийский номер службы детского телефона доверия – 8 800 200 01 22. Сегодня, 5 февраля, в России отмечают День эрудита. Праздновать его начали с 2005 года. С Барнольскими эрудитами пообщалась наша съемочная группа. Работа без отрыва от учебы. В студенческом конструкторском бюро при Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова уже 7 лет создают новые технологии. Минимум по 2 разработки в год. В бюро работают студенты, магистранты, аспиранты факультетов энергомашиностроения и автомобильного транспорта. Место в числе конструкторов необходимо заслужить, проявив себя во время учебных занятий. Студенты получают реальный опыт во время своего обучения и выходят из стен университета с диплом и очень большим опытом. 255 лет назад начались официальные испытания первого в мире теплового двигателя русского изобретателя Ивана Ползунова. В честь этого студенты технического университета решили создать 3D-модель паровой машины. Разработку выполнили за три недели. В этом году у нас памятная дата – 255 лет с момента создания данной машины. И поскольку наш университет назван как раз таки именем Ивана Ивановича Ползунова, то было бы достаточно символично выполнить подобный проект в пространстве. Мы можем в реальном времени покрутить все, посмотреть, если необходимо, как-то отмасштабировать. У парового двигателя есть одно большое преимущество относительно современных бензиновых аналогов – он не зависит от топлива. Такой же принцип используется в современных двигателях внутреннего сгорания. Только там преобразуется энергия сгорания топлива механического. А здесь у нас преобразуется энергия водяного пара механического. В основном же конструкторское бюро выполняет заказы на разработку сельхозтехники для предприятий Алтайского края. Одни из последних проектов – разработка самоходного протравливателя семян и универсальной машины для возделывания картофеля. Юлия Шеламова, Денис Кузьменко. Новости. Каллиграфии по методикам Средневековья обучат туристов в Бийске. А образовательный проект начал работу в православной школе Наукограда. Стать участником может любой желающий. Запланированы конкурсы исследовательских работ, экскурсии, выставки, 10 практических мастер-классов. Участники проекта посетят музей каллиграфии, где собраны предметы мастеров России, Китая и Японии. И за настоящими каллиграфическими партами попробуют свои силы в искусстве письма. На реализацию проекта «Православная гимназия Бийска» получила президентский грант – полмиллиона рублей. С искусством каллиграфии смогут познакомиться больше тысяч человек. Благотворительный фонд «Старость в радость» собирает подарки к 23 февраля и 8 марта. Волонтеры фонда хотят поздравить с праздниками подопечных девяти домов-интернатов. Это 373 пожилых человека. В качестве подарков подходят шампуни и гели для душа, шоколадные конфеты и чай. Упаковать набор советуют в красивый полиэтиленовый пакет. Рекомендуемая стоимость подарка – от 180 до 250 рублей. Принести его можно в офис фонда по адресу улица Диповская, 7, предварительно сделав звонок по телефону, который вы видите на своем экране. Сбор продлится до 21 февраля. На этом с новостями у меня все. Еще больше ищите на нашем сайте katun24.ru. Я прощаюсь. Эфир продолжат мои коллеги.